короче всем доброе утро это снова я евка из парижа и я переехала ой я не фокусе и вообще для меня влог это самое интересное что может быть на ю тубе я вам честно скажу я никогда не смотрю влоги интересно там-то я фокусе я не смотрю на достопримечательности мне не интересно я это перематываю мне интересно что человек чувствовал и переживал будучи в этом городе вот это интереснее для меня я в аэропорту пытаюсь заснять влог это очень скучно как люди вообще-то снимают я могу сказать что я ненавижу аэропорт всей душой я ненавижу переезды перелеты я очень боюсь летать и каждый раз для меня это мучительно поэтому я сижу себя и жалею но уже утром я буду в париже знаете села есть вспомнила что я блогер и решила вам показать что я в париже смотри какой не стоишь да да не стоишь здравствуйте ева бергер и я в париже и я очень хочу очень хочу есть что я покупаю в париже в магазинчик вот есть такая сеть которая называется моноприкс я обожаю такую цветную капусту сырую а еще очень люблю там брать креветки тварь ну идёт тарю слышите на этом я сижу просто в душе вода капает и я беру эту креветочку а ну конечно ну конечно запрещеночка red bull да о ребят это мое любимое парижское вино флоренбель семнадцатого года это очень дешевое вино оно стоит где-то 5 евро но оно просто невероятно оно просто невероятно это вот такой вот знаете как будто ты пьёшь какой-то букет цветочный оно очень легкое такое белое вино я так понимаю полусладкое оно очень легко пьется от него конечно легко пьешь но очень вкусное это самое вкусное я пробовала вина действительно дорогие вины я пробовала но почему-то его не запрепала я на эту флоренбель у меня уже просто язык заплетается от усталости а знаете что я люблю ещё покупать люблю я покупать такие чипсы овощи наверное в россии тоже такая штука есть я просто не знаю вау это очень вкусно конечно невероятно такая вот морковка вино съехало куда же мне поставить то просто вино оно напоминает мне о себе типа подруга ты мне куда-то отставила что дурочка ну ладно флоренбель ладно все у меня всегда в париже с приключениями сегодня сажусь я в домодедово и выясняется что мой билет не действительным потому что я сделала ошибку фамилии вернее просто у меня а в двое не действительного не действительного все 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 Много чего, наверное, будет вам рассказать. А пока я пойду посплю. Мне надо поспать. Мне нужно признать, что я алкоголик. Пила ли я так раньше? Никогда. Никогда. Я стала очень много пить. Я стала пить каждый день. Где-то с октября, когда мы поругались с Лолой, я стала пить каждый день. И алкоголь, он начинает мешать. То есть, я сейчас сижу в Париже 6 вечера. Время для гуляний. Могу поехать, куда я хочу. У меня есть деньги. У меня есть Париж. У меня есть хата, куда я могу звать кого угодно. Но я сижу со своим другом, венцом. И бухаю. И у меня нет никаких сил куда-либо идти. Вот это и есть алкоголизм. Алкоголизм – это одиночество. Это выбранное тобой одиночество. И мне это мешает. Но мешает мне ли это? Ладно. Вообще хочется уже любви. Хочется любви, но какой-нибудь счастливой любви. Потому что очень много эмоций это все забирает. Несчастная любовь. Вот когда два человека друг друга не понимают. Очень много времени. Очень много. Привет, ребят. Сегодня, по-моему, 5-е или 8-е февраля. Я в Париже. Я работаю. Я в отеле, света нормального нет. Так что в темноте да не в обиде. Вы знаете, брала камеру, думала, буду снимать вообще каждый день. Виды Парижа. Все такое. Но сил реально нет. Работаю, перехожу домой, сплю. Да и нахрен никому не нужны виды Парижа. Ну, правда. Откройте Википедию, не знаю, Google, посмотрите виды Парижа. Хочется записывать какие-то яркие моменты. Бэкстейдж мне не очень интересно писать. Но вот вчера я провела ночь с мужчиной. Мы не трахались. Но я давно знаю этого парня. Он парижанин. Вчера был очень романтичный вечер. Я была в парижской такой типичной огромной квартире. С большими окнами, с видом на реку. Мы пили вино. Слушали куин. Слушали разную музыку. Это было очень романтично. Это был прекрасный вечер. Это какая-то раздолбанность, знаете, между стремлением к романтике, к любви, к полету, к творчеству, к вечерам в Париже, знаете, и каким-то прагматизмом и реализмом. Поняла, что в моем возрасте уже очень сложно, наверное, практически невозможно влюбляться. Нет, влюбляться-то возможно. Невозможно доверять людям. Я вижу миллион недостатков, миллион причин, чтобы не быть с этим человеком. Миллион причин, почему я не нужна этому человеку. С возрастом перестаешь быть наивной. Я не верю, я не верю людям, не верю, не верю, не верю, не верю, не верю, не верю. И у меня есть основания не верить. К тому же каждый мужчина, который со мной связывается, он хочет, чтобы Евы Бергер-то больше не было. То есть никаких порно-съемок, ничего такого. А я знаю, что я не убью свою Еву Бергер из-за желания мужчины. Потому что я говорила, говорю и буду говорить это много раз. Мужчина в любой момент может проснуться утром и решить, что он больше тебя не любит. И уйти от тебя. Так у моей жизни было. Моя работа меня не бросит. Возможно, я просто хочу, знаете, какой-то всеобъемлющей любви. И даже не сколько любви. Я хочу понимания. Понимания меня. Чтобы меня понимали. Чтобы был человек, который меня понимал. И с которым мы могли бы делать дела. Понимаете? Даже не сколько пить вино на балконе, а именно делать дела. И вот эта вся романтика, она меня так растормаживает. Я вот сейчас просто день в никуда просрала. У меня не хватает сил. Найти эмоции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, всем доброе утро. Это снова я, Евка, из Парижа. И я переехала. Ой, я не в фокусе. Я не смотрю на достопримечательности. Мне неинтересно, я это перематываю. Мне интересно, что человек чувствовал и переживал, будучи в этом городе. Вот это интереснее для меня. Интересно, там-то я в фокусе? Что могу сказать по моему личному сейчас состоянию? Вы знаете, подпустил. Вот когда перестаешь пить алкоголь, отпускают многие вещи. Я это уже поняла. То есть драма отпускает, отпускает какая-то любовная истерия, которая была до этого. У меня все отпустил. С алкоголем у меня все ушло. Я даже на него, на алкоголь теперь смотреть не могу. То есть я за эту неделю довелась до такого состояния, когда я утром просыпалась и блевала. То есть утренняя блевота – это уже просто перепой конкретный. И слишком много какой-то драмы было. Сейчас я трезвая уже, не знаю, дня четыре. И я чувствую себя реально лучше, хорошо. У меня ушла драма, у меня ушли ненужные переживания. У меня самочувствие улучшилось. Поэтому алкашка – это дело вообще губительное. Просто не поймешь до конца, пока не доведешь себя до края. Но как только ты дошел до края, когда ты начинаешь там рваться кровью, грубо говоря, когда ты понимаешь, ой, наверное, что-то не так происходит, и нужно что-то менять. Вообще никто не становится алкоголиком сразу с водки. Ну, в редких случаях, да, наверное, в таких семьях и неблагополучных, где и денег на другое нет. Все, я думаю, что становятся алкашами с чего-то типа баночки пива или баночки вина, баночки, стаканчика вина. С чего-то легкого, с ликерчика, с коктейльчика. Смотрите, какая такая типично французская, парижская, что это, булочка с карамелью. Вот. А потом начинаешь каждый вечер пить это венцо, чтобы уснуть. Или пивко под какой-то сериал или футбол. Понимаешь, что начинаешь пить каждый день. И когда начинаешь пить каждый день, ты замечаешь, что у тебя ухудшается память. Мой первый заночек был, когда я переставала помнить, что я делала в этот день. То есть мы с подругой, например, выпивали, сидели. И мне потом подруга рассказывает, что ты там пошла вешать белье. А я этого не помню. Я не помню какие-то слова, которые я говорила. У меня пошли провалы в памяти. Вот это звоночек, когда вы уже не помните, что вы делаете. Затем просто ухудшается твое здоровье. То есть и физическое, и психическое. Физическое здоровье у тебя начинает болеть тут, там, вот тут, вот здесь. А психическое, ты становишься нервным, ты становишься напряженным, ты становишься драматичным. У тебя реально плохая память. И ты не можешь концентрироваться, ты не можешь сохранять спокойствие. Вот этот вот тремор и все такое. А концовка, я думаю, в этой ситуации, когда ты начинаешь блевать кровью. И вот в этом состоянии ты либо помираешь, либо берешь себя в руки и перестаешь пить. Примерно, наверное, такая линия алкоголизма. Возможно, моя камера остановила писать. То есть я подойду, проверю, потом продолжу. Вообще хочется уже любви. Хочется любви, но какой-нибудь счастливой любви. Потому что очень много эмоций это все забирает. Несчастная любовь. Вот когда два человека друг друга не понимают. Очень много времени. Очень много. Мужик-истеричка, ну пиздец. Я истеричка, еще мужик-истеричка, да что за хуйня. Я, блядь, я, блядь. В конце концов, я, блядь. Какого хрена я с ними тусуюсь. Все, что я сейчас хочу, это много работать. И сделать, ну, реализовать все свои планы, которые у меня были задуманы. Если будет любовь, если будет, скажем так, мужчина, вот как я, только с членом. Вот как я, только с членом. То будет и семья. Примерно такая логика у меня. Примерно такая логика у меня. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok